Экономика, занятость населения, помощь в рамках федеральной и региональной программ – основные задачи Подмосковья. Об этом сказал губернатор Московской области. Яркий пример заботы – акция, которую начали школьники «Доброе дело». К ним примкнули и взрослые. Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям Донецка, Луганска, ДНР, ЛНР, городов, которые расположены уже дальше. Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь – это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты. Все это дети, а их около миллиона в Подмосковье вместе с родителями собрали, за неделю отправили в Донбасс. За несколько дней мы собрали 350 тонн – это приличный объем. Самое главное, что каждое из этих килограммов и граммов – то, что требуется там, на территории. Импортозамещение и занятость сейчас актуальны, как никогда. Наша стратегическая задача – максимально указать поддержку тем компаниям, которые вынашивали планы, а сейчас уже, соответственно, готовы реализовать эти проекты на территории Подмосковья. Андрей Воробьев отметил, что принято системное решение по докапитализации увеличения Федерального фонда промышленности. Мы со своей стороны, соответственно, также предусмотрели деньги и выделили системообразующие предприятия. Для того, чтобы они были устойчивы, для того, чтобы не было сокращений. В этом году был хороший горизонт планирования по увеличению выпуска продукции, которая сегодня очень востребована и важна. 25 апреля стартует конкурс на предоставление субсидий для малого и среднего предпринимательства. Проект позволит всем, кто делает первые шаги в бизнесе, ощутить поддержку. «Земля за рубль» – тема, которая звучала неоднократно. И есть уже новые предприятия, которые поддерживают на региональном уровне. IT-сектор сейчас обращает на себя особое внимание. Андрей Юрьевич подчеркнул, в любой сфере жизнедеятельности сегодня умные интеллектуальные решения имеют определяющее значение. Специалистам этой сферы, а их в регионе около 28 тысяч, необходимо оказывать поддержку. Мы со своей стороны также максимально должны оказать здесь внимание. Я уже говорил на прошлой неделе, что 28 тысяч человек у нас задействованы в IT-индустрии. Завтра у меня будет большая встреча с IT-компаниями, которые работают на территории Подмосковья. Интересно будет узнать их планы, в чем нужна наша поддержка, ну и увидеть, соответственно, уже горизонты их дальнейшего развития. Объемы продукции сельского хозяйства Московской области увеличились с 460 до более 900 гектаров. И это не предел. Проводятся работы по импортозамещению и по размещению на территории новых регионального значения предприятий, включая перерабатывающую промышленность. Такие территории, как Волоколамск, Зарайск, Луховицы, также имеют потенциал. И я очень надеюсь, что мы не только на 5-7% увеличим посевные площади этого года, но и сумеем обеспечить более высокие урожаи. Летний детский отдых – тема важная для родителей. Федеральное правительство предусмотрело систему субсидирования и туризма в том числе. С помощью второго этапа федеральной программы туристического кэшбэка в 2022 году можно будет вернуть до 50% от стоимости путевки. И еще одна актуальная тема – уборка территорий и дворов. Все, что касается своевременной уборки мусора, благоустройства, чистоты подъездов – все это ключевая задача. 24 апреля – Пасха. Праздник для всех православных христиан. И руководители территории, и, конечно, все, что связано с безопасностью, должны быть на хорошем, высоком уровне. Елена Цыганова, Игорь Чернышев, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». Елена Цыганова, Игорь Чернышев, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».